Так маленький Богдан выражает интерес или недовольство. Руками 4-х летний малыш управляет лучше всего, а работу целого организма контролирует мама. Бульбарный синдром мокрота скапливается постоянно в легких бронхах и она не отходит до конца, не может он откашлять, она густая сильно. И мы для этого дышим, чтобы разжижить ее. Дышит пара мальчик по нескольку раз в день. После этой процедуры у него получается глотать. И еще мама помогает Богдану держать голову. И она же, как правило, держит игрушки. Ребенку сложно, а потому неинтересно. У нас вообще игрушки как бы никак. Не рассматривает их. Он берет, даешь ему в руку, он берет и сразу тут же отпускает. Вы должны с ним быть круглосуточно, что он сам не отвлекается. С осложненным ДЦП мальчика семья вот уже 4 года справляется сама. Со слов мамы, даже положенную помощь, например, смеси, выбивала через суд. А сейчас Олеся все чаще мечтает о первом шаге сына. Но предоставляемые ходунки ему не подходят, ведь он не держит равновесие. А другие их не предлагают. Вот в Алтайском крае, в федеральной, что нам они предоставляют бесплатно, сказали нету. Они мне в компьютере открыли перечень этот и сказали, что нету. Я говорю, а если платно мы приобретем, сколько возместится? Они сказали 2000. Стоит специальная опора около 140 тысяч рублей. Для семьи, в которой работает один отец, а пенсия ребенка идет на лечение, сумма непосильная. Поэтому семья мальчика просит барнаульцев помочь купить нужные ходунки, чтобы ребенок встал на ноги. Мама и папа Богдана будут благодарны любым пожертвованиям. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.